Мне кажется, это всегда интересно, иметь возможность открывать для людей что-то новое. Я лично не специалист, например, в транспорте, да? Я не транспортник или я не занимаюсь велосипедизацией конкретно городов, или не рисую генпланы, не ландшафтник. Но я могу найти таких экспертов, которые смогут простым языком о сложных вещах рассказать обычным жителям. Тема развития города, она не кухонная тема, скажем так. Не то, что ты обсудишь за чашечкой кофе или в какой-то очень простой обстановке. На самом деле город — это такой организм, в котором мы живем, который так развивается, от которого мы зависим, который от нас зависит. О нем нужно и можно много говорить. И мне кажется, это совсем не страшно, что многие люди приходят и не знают, чего ждать, потому что каждый может сделать какой-то потом свой вывод. Или наоборот сделать вывод, что окей, мне это неинтересно, я хочу заниматься чем-то другим, это вообще не про меня. Сейчас в Калининградской области Антон Андреевич Алиханов, 31 год, один из самых молодых губернаторов России, насколько я знаю. Его деятельность просто восхищает на данный момент. Его отношение к тому, как в городе все должно происходить и так далее. Он сам выходит на сцену джазового фестиваля и играет на гитаре. Он сам занимается на тех площадках спортивных, которые они строят. Он позиционирует себя как такой же житель и такой же пользователь города. И своим примером показывает, что они создают ту инфраструктуру, в которой можно жить. Реконструкцию и благоустройство центра Москвы, программу «Моя улица», которую КБ «Стрелка» делала несколько лет последних, и то, как сейчас выглядит центр Москвы, выглядит круто. Но это тоже не принимали, ненавидели люто. То есть то, как сыпался в Facebook весь. Ну, здесь же подход такой, что нужно немного потерпеть и с нами по-другому, потому что все исследования сейчас показывают, что проходимость улиц выросла. И, в принципе, бизнесы сменились. Типы бизнеса, которые на улицах там находятся. Оттуда уехали банки, салоны связи, заехали общепит, еще какие-то сервисы услуг. И они как раз-таки находят своего потребителя, жителя. Ну, идеальная картина мира выглядит примерно в моей голове следующим образом. Это когда у горожан сформируется запрос на какие-то изменения качественные. Мы хотим жить по-другому. Нам кажется, что, я не знаю, условно, здесь не хватает реально велоинфраструктуры. Я сейчас пример просто привожу. И это то, что улучшит всю экологическую ситуацию, транспортную, сделает нашу жизнь удобнее и так далее и тому подобное. И власть, управленцы могут ответить на этот запрос. Они могут слышать горожан в этот момент. Вот это идеальная картина мира. Такая же обратная ситуация, когда управленцам города, страны кажется, что как и что должно меняться, но прежде чем что-то самим вводить, ты советуешься с теми, кто в этом будет жить, кто этим будет пользоваться. Это сейчас называется вовлечение, по сути. Это общественное обсуждение. Это тот же сайт «Ташкент любит тебя», на котором ты можешь оставить идею. Разрабатывая проекты благоустройства в разных городах России, мы смотрим на идентичность города в первую очередь. То есть прежде чем архитекторы начинают предлагать какие-то решения, первые, кто в городе оказывается, это антропологи. Это люди, которые исследуют, делают антропологическое исследование, берут интервью у какого-то количества основных стейкхолдеров, горожан из разных сфер культуры, власти, бизнеса, архитекторов. Ну, в общем, много-много-много-много людей из разных районов, разных возрастных категорий. И на основе этого и того сценария, картинки жизни, по которой они живут, антропологи дают какие-то рекомендации. Сейчас же есть возможность делать диджитал-антропологию, например. Это анализ социальных сетей. То есть где вы фотографируетесь чаще всего, в каких общественных пространствах и так далее. Самое интересное диджитал-антропология получается после, когда мы уже открываем, например, набережную реки в Новосибирске или в Красноярске, где угодно. И ты можешь посмотреть за год, насколько количество фотографий увеличилось по сравнению с тем, что было до. Потому что освещение улучшилось. Люди, например, начали фотографироваться ночью. Это значит, что им там стало безопаснее и намного комфортнее. Мы можем делать такой анализ. Это пост. А? Это уже пост-анализ, да. Ташкент, ну, он по-прежнему такой же солнечный и гостеприимный, потому что это первое, что вообще тебя встречает в Ташкенте, когда ты прилетаешь. Мне кажется, хороший Ташкент, я не знаю, через сколько лет это может произойти, наверное, вполне возможно, в пределах трех. Это тот город, который сможет определить свою стратегию развития, куда он хочет развиваться, каким он хочет быть. Чтобы не было хаотичной застройки, чтобы сохраняли историческое наследие, чтобы люди понимали, что сужение количества полос не приведет к пробкам, а приведет к более удобной транспортной системе. Ну, и много, и много таких вещей. Да, мне кажется, что вот сейчас как раз тот самый момент, когда можно и нужно говорить о какой-то стратегии развития Ташкента. Как бы мы все, не мы, а жители Ташкента, хотели бы, чтобы он дальше развивался, каким бы он стал.